Здравствуйте, Сергей Федорович! Спасибо, что откликнулись на просьбу нашей газеты дать интервью о вашем творчестве. Вот вы профессиональный спортсмен, как и ваш покорный слуга, тоже теннисист, так совпало. И в спорте есть такое понятие суперкомпенсации. То есть отдых дает больше сил, дает новый уровень, с которого начинает спортсмен опять тренироваться, уставать и восстанавливаться. А есть такое качество в стихах, в творчестве? Скажите, пожалуйста. Ну, похоже, что да, потому что если брать период какого-то накопления, молчания, то он обычно отзывается большим всплеском энергетическим и качественно лучшими стихами. Но дело в том, что как спортсмен рвется в бой, иногда их сдерживает. Вот даже там боксеры эти, борцы, они перетренировываются иногда перед соревнованиями, и это идет во вред, да? Так же и в стихах, вот поэзии, что почему-то вот тянет, тянет писать больше, что, в общем-то, конечно, идет во вред. Поэтому тут есть. Ну, здесь просматривается известное изречение, чем продолжительнее молчание, тем удивительнее речь уже. Ну, возможно. А я хотел бы все-таки полюбопытствовать, вот в чем прогресс поэтический каждого поэта? Вот он пишет, и через некоторое время он пишет или лучше, или хуже. Зависит это от труда, вложенного в строчки? Вот качество, новое качество, новые цели перед ним открываются. Как вы на это смотрите? Ну, однозначно да, потому что любой труд отзывается, конечно, более высоким уровнем мастерства, однозначно, да? Но мастерство мастерством, да? Но свою роль, конечно, играет момент проживания в стихах определенных вещей. И то, что казалось новизной, как бы 20-25 лет, там, в 30, постепенно, постепенно тебе, ты углубляешься, больше раскрываешь эту тему внутри себя. Эти стихи могут быть даже не быть на людях, да? Но, как бы, они даже могут быть неудачными. Но, когда ты, в общем-то, к этой теме возвращаешься, возвращаешься, в конце концов, она раскрыта более глубоко, и поэтому это очень важно, да? Тут вот качественный происходит, я надеюсь. Вот в лучшую сторону, в худшую, и вы правы абсолютно, что иногда идет и в худшую. Иногда вот это вот какой-то внутренний настрой, желание, все этого недостаточно. То есть, вот, каким-то образом вне Творца происходят все равно эти все вещи. Но ему надо прилагать усилия, конечно, определенно. Вот мы с вами, как старые теннисисты, знаем, что есть такой теверин профессиональный, подкидывает. То есть, вот ваш покорный слуга когда-то подкидывал даже председателю спорткомитета СССР Сергея Павловича Павлова. То есть, я ошивался на кафедре спорт-игр, когда они проезжали поиграть, подкидываешь, заключается в том, что ты, ну, просто для несведущих, не теннисистов, это просто ты всегда даешь удобно партнеру, да, чтобы ему было удобно играть. Куда бы он ни бил, ты ему возвращаешь. Это всегда, как бы, создает иллюзию для играющего с тобой, что он здорово играет, да? Вот то же самое происходит с читателем. Подкидывают ли поэты читателям? То есть, облегчает ли ему путь к поэзии, сопричастности? Или, наоборот, усложняют? То есть, играют ли они на равных или подкидывают современные поэты? Как вы полагаете? Вот давайте, если мы аналогию эту продолжим, то да, подкидывание, оно совершенствует технику человека, когда мы ему даем рядышком, да, мяч. Но никогда он не научится играть полноценно. Для этого вот я даже ставлю иногда любителя, прям с любителем, которые не могут. Они за 10 минут находят сами какие-то связи, которые я не могу эти кривые мячи, эти неудобные траектории даже, как бы, им смоделировать, да? И они начинают играть друг с другом, пытаясь держать этот мяч от того, от лени, в общем-то, как двигатель прогресса, чтобы не ходить постоянно за этим мячом. И в поэзии существует эта штука. Если мы им будем все время подкидывать удобные, они технически, может быть, вычленят что-то, но они никогда не начнут чувствовать душу. По полной, да? В поэзии, да, поэтому... То есть, облегчать не следует? Не следует, не следует, да. Ну вот, мне очень часто приходилось играть с людьми в возрасте. Ну и не секрет, что, допустим, мне было 40 лет, а моему партнеру за 70, да? Тут волей-неволей, чтобы была игра, приходится подкидывать. Делать все время удобные, под правую руку, откуда человек умеет. Куда бы он ни бил, ему опять возвращаешь под удобную руку, да? Профессионалу это нетрудно сделать. И мне кажется, что здесь, в общем, чтобы читатель возвращался к поэту, ему нужна узнаваемость какая-то, может быть, вот такая, вот в таком виде, чтобы вот он любит вас, допустим, читать, как вот я люблю читать ваши стихи в журналах, да? Ну, я как бы изощренный читатель, а вот читатель, который новый, как завоевывают вот читателя, чтобы он чувствовал, что это его поэт, его стихи? Ну, этого я вам не отвечу. И в спорте могу ответить, а в поэзии не отвечу. Я этим, у меня не получается этим заниматься. Я, видимо, плохой профессиональный поэт, да. У меня получается делать просто то, что выходит. А заигрывания какие-то более, ну, я не могу. Ну, вот я, как написавший много песен, я вижу, что многие мои песни люди поют как свои. Они чувствуют не то, что я это написал, а чувствуют, что они прожили, танцевали, с кем-то познакомились под ту или иную песню, под лунную дорожку, да? И даже вот если ты неожиданно кому-то скажешь, что ты автор, может даже обидеть человека. Он чувствует это как свою песню, часть своей жизни. Вот величие замысла, о котором говорил Бродский, заключается ли оно в этом, чтобы человек любил, допустим, поэзию Мандельштама как свою? По-моему, в этом есть какой-то смысл, что любить поэта как своего читателя. Вот на могиле Есенина, когда не придешь, люди читают его стихи на могиле всегда. То есть они читают его стихи, но как свои, так мне кажется. Ну, это их колоссальное везение, этих поэтов, что их собственный голос, который не подстраивали ни под кого, просто совпал. Совпал. Это действительно совпал. Это, ну, их внутренняя работа, они проводили, конечно, работу там, но я уверен, что они не пытались там подстроиться, чтобы как-то прозвучать понятнее. Там, на самом деле, это просто… Причем это не только читатели. Вот я помню, мне по счастью довелось общаться с Ярославом Смеляковым, и он читал Есенина больше, чем с себя. И изумлялся там, не жалею, не зову, не плачу. Я вот как сейчас говорю об этом, вижу лицо Смелякова, что он читал Есенина гораздо более трагичным голосом, чем самого себя, да, более проникновенным. Вот это поразительно, мне кажется. Ну, это поразительно, и это вот просто дар Божий, потому что я хочу сказать, что вот голос, красота голоса у оперных певцов, в принципе, поставить-то голос можно многим, ну, не каждому, но многим, научить петь. Но вот эта красота голоса там, повороте, да, это тембр, это уникальная какая-то, она вот от природы. И он может научиться чуть лучше этим голосом владеть, чуть хуже, но этот голос ему дан вот от Бога. Да, да, вот так получилось в волею случая, что родной брат моего деда Константин Михайлович Алиханов был единственным, кто помог Шаляпину стать Шаляпиным. В течение одного, чуть-чуть больше, чем года он давал ему деньги на жизнь и оплачивал учителей, и Шаляпин за год стал Шаляпиным. То есть, это было дано от природы, вот как негатив чуть-чуть шевелил раньше в проявителе, и появлялось изображение, которое уже там было, да? Да, да. Вот это, видимо, дано вот от Бога, вот если человеку дано, чуть-чуть покачало, или жизнь как-то повернула, и это проявилось. Погласен.